Ты послушай, послушай, когда я... Доброе утро! Ой, у нас, ну... Вот видите, вы это, так говорится, не вовремя, но у нас сегодня воскресенье, поэтому мы раньше с молитвой ушли. Можно звонить только по Москве, по московскому времени, это с двух часов ночи и до 16 по московскому времени. Но сначала договориться надо, слушай, кто вы, откуда? Ну, я, Андрей. Скажите, можно сначала, вот вы всегда записываете, как бы это выразиться, это обязательный условие с вашим общением? Обязательный, иначе разговора нет. Я заранее спрашиваю, вы согласны, что мы все выставляем, и нашу беседу это выставим в интернет? Ой, вы знаете, мне бы не хотелось не то, что я там боюсь, стесняюсь или еще что-то, мне бы хотелось, я бы хотел пообщаться, поговорить, там есть определенные вопросы, как бы это... Это было известно, знаете, я вам скажу, мы иногда начинаем рассуждать о ком-то, не зная их, вот я приношу материал в редакцию, а они, знаете, это не пойдет, это считатели... Я говорю, вы еще не знаете, считатели не знакомы, как вы можете решать? А у них уже там цензор стоит, уже коммунистическая власть идет. Поэтому иногда самый бывает такой не очень важный ролик, а через него люди приходят, познают Бога. Так, я спрашиваю, вы не против, что она все записывается, выставляется? Ну, вы знаете, я бы как бы не хотел, вот, может быть, вы сами поймете потом, почему, вот, мне бы не хотелось, вот, там, кому-то чего-то, у меня есть, как бы это не то, что вопросы такие, вопросы-ответы, чтобы как-то, ну, для наставления... Ну, более, может быть, даже, как, может, пусть это не выглядит, но это, я считаю, что как бы более, ну, вот, мне нужно лично, вот, как бы, кое-что такие вопросы задать, спросить такие... Вы сейчас говорите, которые не личные. А потом мы отдельно сделаем личные. Что у вас касается спасения души? Мне не надо вашу семейную жизнь. Мне зачем какие-то тайны? Раз вы говорите по ЭПИРу, уже тайны нет. Тем более все наши разговоры, какие бы мы, телефонные звонки, все хранятся минимум три года. Все до одного. Понятно. Не до славы богу. Искусственно думаем, что мы еще-то таимся. Почему мы не таимся? У нас все снимается, и люди находят в этом пользу. Не, ну дело не в таинстве. Дело в том, что вы хотите снимать. Ну, просто чтобы когда выставить куда-то, выставлять, именно вот, ну, как это сказать. Ну, есть определенная цель же во всем. Так, ничего того не будет. Давайте мы по-хорошему расстанемся с вами. Ничего не получится у нас. Потому что вы потом будете обязательно привязываться, искать там. Я уже встречался с людьми. Если он начинает при самом начале, я не хочу никак, еще я должен на себя капюшон надеть, разговаривать. Это здоровый мужик. Видно, что не больной. Ну, что вы боитесь? Мусульмане боитесь? Мусульмане боитесь? Да я не боюсь я. Ничего не боюсь абсолютно. Дело не в бояльной. Вот есть такие вопросы. Мне бы хотелось только с вами побеседовать. А это как бы для тех причинений, это как-то... Да? Понимаете как? Вот мне не надо тайны ваши семейные. Другие вопросы не давайте их. Мне они не нужны. Вы себя уже заранее связываете. И меня связываете. Это не мой образ жизни. Видите как? Вы же прекрасно видите, что мы снимаем все, а потом люди уже отклики дают и видят, именно это нам и нужно было. У меня, говорит, в семье такая же обстановка была. Я теперь ее выправляю. Пишут из Швеции, там, с Австралии. А мы начинаем говорить, вот это надо, не надо. А материал, когда публикуют, он самый востребован, оказывается. Еще здоровый мужак такой вот. Оставьте свои личные вопросы. Потом отдельно когда-то зайдете. Что касается спасения души. Вы, наверное, не православный. Так я понял. Ну, это опять, как понимать, православный или не православный. Я крещен по православной церкви с детства. Православные смелые. Православные люди смелые. Они всегда подписываются. Православные. А если это еретик какой, он начинает конфессии, динаминации. Нет этих слов мухам. Есть слово есть или еретик. Нет, ну, хорошо. Ну, смотрите, у меня, допустим, есть такие вопросы. Вот мне бы хотелось только мне получить ответ. И, ну, будем говорить, даже сопряженность где-то со стоведанием, или, как-то выразиться, ну, такое, что, вот, мое вот такое понимание, может быть, знаете, или, ну, как это объяснить. Я не буду, я не буду. Нет этого. А для кого-то показывать? Мне не надо это. Не надо это. Ваши личные вопросы меня не касаются. Не говорить, я даже разговаривать не буду. Потому что будет неприятность. Вот он согласен с такой человеком. Проходит какое-то время. Ой, я против, уберите этот ролик. Я никогда не убираю. И дальше начинается, мы теряем друг друга. Теряем. Из-за того, что я начинал. Я знаю, кто это. Мужики подкаблучники. Бабы боятся своей. Да ты, мужик, встань, во весь рост. Чего ты трясешься над своей жалкой жизнешкой-то? Даже еще не разговаривали. Уже неприятность вы все эти, такой туман запускаете. Понимаете, что мы давным-давно все на учете стоим одно. А дальше мы перед Богом открыты. Перед Богом. Тайна, если твоя тайна. Ты себе не удержал. По телефону, по эфиру говорил, болтал языком. А теперь какая-то тайна. Тайна, пока она в тебе в одном была. И то она не тайна. Она для Бога известна. Нет, да я понимаю. Не о том, что тайна. Так, я последний раз спрашиваю, и мы расходимся. Вы не против, что мы записываем, выставляем все в интернет? Ну, хорошо, дайте вопрос я встречу. Вот я не то, что время ходить, хочу вас отнимать. А вот какую целью? Давайте принести к нам пришло. Отключай. Привести людей ко спасению, это я еще только вот ради этого я могу как-то что-то... Значит, слово, то есть вы согласие не даете выставлять в интернет? И мне это не нужно время тратить даже. Ну, так я против. Вы знаете, пока, значит, не готов. Вот я, может, как буду готов, чтобы людей выставлять свою... Послушайте, Андрей... Я всегда где-то выставляю для евангелизации, для спасения души. Вы не туда вышли. Вы ищите церкви, священнику на исповедь. Там тайна. Ну, я не для исповеди, а не для людей, как бы... Я не такой публичный человек и, как бы, не описка. Зряшно время тратим. Вы уже четвертый раз... Ну, я... Раз не согласен, вы посещаете. Да хорошо, давайте так. Когда я буду готов тогда набирать вас, да? Так. Я не понял, что говорите? Ну, когда буду готов, чтобы меня выставляли в эфир, тогда можно вам позвонить, да? Ну, да. Сейчас расстанемся, раз вы не согласны. Зачем мне это нужно? Ну, все понял. Ну, ясно. Вы делаете, знаете... Андрей, послушай, послушай, Андрей, вот какое дело. Когда охотники готовят собак на медведя, они в одном месте специально держат медведя в клетке, он вырастает, теперь они выводят в распадок, там где-то там, чтобы, если стрелять будут, чтобы никуда не полетело. И собак начинает притравливать. Бывает собака такая, бросилась, он ее лапой ударил, она рассечет ее пополам. Другая сзади забегает, хватает и отскакивает. Это самое ценное. А другая хвост поджала. Она всех начинает разлагать. Ее сразу уводят в сторонку и расстреливают эту собаку. Она не нужна. Из нее ничего не будет. И вот я, допустим, сам дрессировавших собак, я в уголовном розыске занимался. Если собака, бывает, она не ученая, уже время прошло, надо учить там с четырех месяцев, а ей полтора года. Но она не боится никого. С ней можно заниматься. Если она хвост под себя так поджала, уже занятий не будет. Она никого задерживать не будет, ни охранять не будет. Ну не надо нам, но с животным мы и то мы знаем, как обращаться. А себя не знаем. Я понял. Ну вы понимаете. А то мы никак женой не можем найти форму. Уже забеспокоились. И вы знаете, где слабо уже полюбили. Слава Богу. Так, вы ко мне пришли в гости. Здесь мои правила, не ваши. Вы засели за мой стол. И я пищу подкладываю. Я понял вас. Я заказываю музыку, потому что вы ко мне пришли. Я вас принял. А вы сразу с первой минуты. А я хочу вот так. Ну тогда придешь в капюшоне, надень себя паранжу, как мусульманка. Ты сиди дома. Я у вас разрешение спросил. Просто мне когда жена, она беседовала с вами, общалась. Вы спрашивали, можно ли, ну как бы есть у вас такой, как бы сказать, выбор. Ну а сейчас как бы я без выбора, я не готов. Я не такой артист. Я никогда на публику, ну как бы, не готов один. Я вам скажу, дело не в артисте. Это подкаблучники мужики. Ну может быть. Не надо, не надо. Это он боится бабы. Устатился за юбку, задохнулся уже под юбкой. Ты вылез из-под нее? Нет, нет, вы знаете, наоборот, совсем наоборот. Как правило, эти люди приходят, вот ко мне пришел мужик такой, а я не знаю, что с ним сидит, это не его жена. Да я не хочу, чтобы выставляли. Почему? Жена увидит. Потом узнаю, развелся. У меня опыт. У меня опыт, Андрей. Андрей, у меня опыт. Она мне посоветовала даже с вами побеседовать, пообщаться. Есть такие вопросы серьезные. Я прошу вас, скажите, вы бороду зачем греете? Бороду. Хотел как-то отпускать, но это, я понимаю, это в православной контексте, так скажем. Ну не знаю, я еще, может, не возрос, не дар. Понимаете, вот начинает проявляться. А почему? Потому что это блудодейная ересь. Бритая борода и блуд, это в паре идут. Это все связано с этим. Истратия отсюда. Написано, праведник смел, как лев. А нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Ну зачем вам себя уже определять, где? Встань ты и скажи. Которые вопросы тебе не нужны. Это такие, ты считаешь тайны, что жена узнает там. Откинь их в сторону. Нет, нет, нет. У нас жены практически тайны нету. Потому что это, ну... Не переубеждайте. Это за этим еще что-то. Еще до жены там было где-то. Боятся, что его увидят. Ну ладно. Нет, я не боюсь. Есть такие вопросы, которые не назидают. И они никого не будут назидать. Потому что я вот, допустим, хотел пообщаться и... Так, не получится. Давайте отключайтесь. Отключайтесь. Раз такое дело, что... Мне жаль, конечно, что вы такой трусливый. Нет, благ. Ну, если Бог усмотрит, все-таки, я думаю, пообщайтесь. Ну, вот это... Мы еще ни о чем с вами не разговаривали. Вот этот ролик я выставлю. Это мой ролик. Даже так. Вот этот. Мы ни о чем не разговаривали. Вы ведь берете право на себя. Я его все равно выставлю. Это мой ролик. Потому что... Видите, у нас разговора никакого не было. Нет. Выбор не дает. Мы поздоровались с вами. И все. Мы вас очень любим, Игорь Тихонович. И очень... Мы забеспокоились, что формы нет. И как-то... Вот это, что сейчас мы с вами говорили, и вы не соглашаетесь-то. Тут вообще ничего ни о чем не говорили. Это вы этого боитесь даже. Я не боюсь. Даже этого боитесь. Ну, и хорошо. Я даже в этом увидел смысл. Или же, допустим, распространение Евангелия. Или еще что-то. Везде должен быть смысл. Я так понимаю. Послушайте, я вам скажу. Вы знаете, главная болезнь какая сегодня? Я не пойму, что там такое... Ну, ничего. Фонит оттуда возвращается. Ну, что? Откуда я знаю, что это? Ну, фонит и все. Послушайте. Самая главная болезнь. Запомните два слова. Запишите. Корысть и трусость. Корысть и трусость. Это главная язва общества. И этим трижды больна моя родная православная церковь. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Запишите. Корысть и трусость. Корысть везде выгоду надо иметь. Выгоду надо иметь. Он не видит нуждающихся никого. Везде выгода ему. Выгода. Корысть и трусость. Продажность. Ты встань во весь рост. Тебе Бог дал жить один раз на земле. Ты никаких талантов твоих не разовьешь, когда боишься. Бог может действовать там, где свобода. И написано, где Дух Господень, там свобода. Вы связаны. Вот вам весь ответ. А когда вы свободно говорите, тогда Дух Божий наполняет вас. Вы не будете смотреть, кто перед вами правитель, президент, патриарх. Вам разницы нет. Вам главное возвестить истину, чтобы люди не погибли. Это пророк Иеремия. Все пророки так шли. Я креститель всех обличал. Не потому, что мне охота вылезти, а потому, что это Дух Святой побуждает. Чего вы так только зашли? У нас такой мог быть прекрасный с вами разговор. Какие тайны сразу? Отодвиньте их. Там когда-то переговорим. У вас о душе-то разговоры какие-то есть же, естественно. Да, это вот основной мой вопрос в этом состоялся. Вот в этом скажите, что вы не против, что это выставляется. Мне нужно от вас твердо, четко сказать «да». От всей ненужной, которая тайна. Ну, нет, я могу как бы сказать, я-то не боюсь. И все, ну, а вы их редактируете? Вот, допустим, я кое-что хотел спросить. Я не редактирую ничего. Наша жизнь не редактируется у Бога. Это выдумка. Я выставляю все как есть. Вот мы сняли. Все как есть. Проходит время. Все это уляжется. И тот, который был против, говорит, почему я был против, я не пойму. Я говорю, бабе вопрос. Под каблучник. И так оказывается. Это мне звонят с Швеции, с Греции. У меня друзья-то, мусульмане. Сам говорил. Ничего я не добавляю. Ко мне претензий нет. А после этого оказалось, что на него ничего не было. Он наматывал себя. А потом я хотел разговаривать. Уже два года просятся, я больше не принимаю. Зачем мне заразу эту брать? Этих трусливых. Написано «боязливый хущесть в озере огненном». Откровение. Боязливый ни один в рай не войдет. Они будут все в аду сидеть. Бог сотворил человека по образу своему. Я вас вытаскиваю из этой ямы погибельной трусливости. Трысость, трусость и корысть. Болеесть от этого Андрея. Тебе имя дано Андрея и вам. Имя Андрея означает «храбрый». Ты тогда не говоришь, что ты Андрей-то. А назовись как-нибудь по-другому. Давайте, или вы даете согласие, или отключаетесь. Выберите. Хорошо. Ради общения, конечно, даю согласие. Все, давайте. Чтобы я все опубликовал. Я не добавляю ни слова. Я не добавляю ни слова. Ни одного слова. Ни одного слова. Может быть, ну не знаю, я немножко с вами не согласен. Ну, ничего, что не согласен. Ни одного слова. Тут хозяин разговора я, поэтому вы должны соглашаться. Да, это точно. Давайте. Говорите. Ну, вот я, будем говорить, в общем, имею представление о вашем служении, или, как это выразится, как вы трудитесь, служите, то же, что лучше. Ну, я вот, допустим, когда смотрел, и вы уже не проповедуете, не ездите, ну, насколько я понял, или это я немножко не понимаю, ну, недопонятно, что ли. Ну, я имею в виду, как евангелист, как писсионер. Или раньше, а сейчас немножко у вас это проостановилось, да? Ну, я спрашиваю как-то, ну, вопрос. Да, сегодня воскресенье, мы сейчас, ну, уже с восьми у нас будет служба в храме, потом собрание всегда у нас идет, потом общая трапеза, кто остается, и идут занятия, и каждое воскресенье полтора часа изучаем Слово Божие. Мы, не как у сектантов и еретиков, они там думают, нам не надо об этом думать, у нас готовое толкование, у нас не так, как они, все время меняются, дробятся, у нас константа. С первого века, как святые отцы истолковали, вся Библия истолкована. Нам не надо фантазировать. Сегодня люди даже не знают, что толкование истинное только то, когда этому твоему пониманию не противоречит ни одно место из Святой Библии. Ни одно. А сегодня они тысячелетия царства, будет когда-то, восхищение, ничего этого не будет, это будет на суде Божьем. Они не понимают, что иконы, идолы, это разные, для них разницы нет. Вот сожги иконы, и все, ты спасенный. А это не церковь, там нет рукоположения от апостольских времен. Динаминация, конфессия, это все ложь. Я знаю, Игнатисыч, я знаю ваше мнение об этом вопросе. Вы знаете, вот хотел задать вопрос, ну просто буквально вот такой вопрос, и услышать мнение, потому что я вас очень уважаю, и это не лестница, и просто мое мнение, то, что как Вадимова духом человека, и даже вот сколько я вас слушал, с кем я не общаюсь, есть у меня определенные взгляды, понимания, и даже, как это выразится, вот я увидел, что ли, у вас. Ну, то есть, одним словом, мне интересно ваше мнение, если вы, конечно, можете высказать. Вопрос такой, что не буду о себе много рассказывать, там, свое свидетельство, как вот у нас говорят, почему? Потому что если, ну, не то, что ваше, ну да, ваше представление, это, как я, получается, как юритик, сектант, юритик, и отчасти, может, где-то я и соглашусь, но сейчас вот не касаясь вот этих, как бы, догматических, я просто хочу задать вопрос, вот смотрите, я принял когда-то, ну, покаяние, принял вот это спасение, потому что это по вере, вот мое понимание, такое глубокое убеждение, и сейчас, вот смотрите, Марк 16, 15, вот это, как это, ну, ну, одним словом, вот это место, это место для меня, ну, основное в жизни, что ли, как я вот уверовал, и были такие моменты, когда вот я еще даже не прочитал полностью Библию, у меня был только, ну, сначала Новый Завет, ну, мне тоже подарили, благословили, потом ребята, ну, тоже там, сидевших в тюрьме, освободившись, тоже вот так подарили, там сделанную такую, ну, она вся была такая изрисованная, так скажем, ну, это подчеркнутая была вся такая, ну, вы понимаете, о чем я говорю, кто читает постоянно, и она мне и помогала очень быстро места находить, и все, и были такие моменты, что вот, допустим, где-то там ехал в поезде, там, я узнал вот эту истину, что есть Бог, Он спасает, что Он меняет жизнь, вот это вот переживание, которое я вот пережил в своей жизни, и мне хотелось со всеми поделиться, и были такие моменты, что, знаете, ну, вот были моменты, вот я еду там в поезде, и так вот тоже вот, ну, это, я считаю, дух ведет, и вот, ну, вы меня, думаю, понимаете, что на тот момент, ну, были такие вот, ну, переживания, были такие, ну, общения, что после общения, вот, допустим, я ехал, это где-то там, там, родом сам в Самарской губернии, и тоже ребята вот там по Челябинску, они садились, ну, вернее, я к ним присаживался в поезд, вот в Москву ехали буквально за этот короткий промежуток, и, ну, у меня было одно искреннее желание, чтобы человек услышал Евангелие, и даже был такой момент, ну, что я вот тоже эти вот, как говорите, динаминации не знал, там, за баптистов очень многого не знал, за всякие разные направления, принял вот просто Христа, понимаете, принял, хотя потом я узнал, что это была церковь, они из баптистов сами тоже вышли, помните, вот уже как-то касались, вот как у них было писядники с баптистами вместе, ну, то есть, тоже интересная такая церковь, она и сейчас есть там, в городе Самара, но я сейчас даже не об этом, а о том, что не было у меня представлений вот разных течений, разных каких-то еще христиан, у меня было только одно представление, что моя бабушка была искренне православной, малограмотная, но я помню, смеялся, и, может, благодаря даже которой я прочитал первую антипиблию, если вот помните, там, при коммунистах, вот хотела такая, по-моему, Сенкевич ее написал, эту польскую, если не ошибаюсь, против, чтобы не быть гласлоном, и вот эту антипиблию, я помню, все смеялся, но я потом, когда до меня дошло, что все-таки это там все было евангельское, там, скорее всего, это потом уже, когда уверовал, начал думать, и все-таки я допустил мысль, что он, наверное, и был верующим, и таким образом, вот это Евангелие, ну, может, если я о том говорю, что оно и вот я, допустим, услышал, вот через него, что, оказывается, был Иисус Христос, оказывается, были такие-таки-таки-таки всякие там дела, вот эти чудеса, которые он творил, вот это житие его, ну, это я сейчас к чему, потому что он ехал, ну, расскажу уже вот эту свою историю, что, будем говорить, вот это Евангелие, которое вот оно из меня шло, хотя я был малограмотный, я сейчас тебя не считаю особо грамотным, хотя тоже там успел учиться за определенные годы всяких раз в заведениях, но я сейчас не о том, а о том, что в моем сердце, изначально, когда я начал Марк 16-15, вот это как было донести, и даже я это потом, когда узнал там участие в новом заведении, вот, когда великое поручение Суды Христа, вы знаете, я такой, ну, знаете, когда вот так слышишь всякого такого, ну, знаете, а оказывается, это простое слово, которым я вот только и им и жил вот эти все годы, и вы знаете, вот это Евангелие, и которые люди, которые приняли Христа и идут, несут Евангелие людям, и вот сейчас у нас, когда с женой, она у меня более, как бы, ну, вот она копается, более, вот он его может учительски, вот ей надо там все вот эти глубины, там, ну, всякого вот этого, вот у нас очень, ну, мы даже, бывает, не ругаемся, вот, ну, в хорошем понимании этого слова у нас много всяких разных, ну, противоречий возникает по слову, ну, как по глубине, что ли, вот я вот, ну, не то, что остановился, или как-то вот, я принимаю, что вот идите по всему миру научите все народы, и если этого не делать, то придет, ну, придется заниматься многим чем другим, но только не делом Божьим, что распространять Евангелие, но я сейчас даже это так вот подробно, почему, чтобы вы увидели вот меня не только как такого оголчелого еретика или там какого-то сектанта, хотя, ну, отчасти даже, может, и вы правы, потому что, ну, одним словом, вне церкви я себя вот не считаю, если вы, ну, сейчас можете мне, да, как вы говорите, очень быстро доказать и все, и по писанию обосновать и показать, я вас много слушал, и, ну, мне хочется послушать мнение после того, как я все-таки, ну, завершу свой вопрос, это я так немножко очень впытаюсь в полноте, что ли, хотя я так сам по себе косноязычен, но уже так вот я поделюсь. И вы знаете, и с кем вот я сейчас не общался, с разных церквей, с разных церквей и направлений, с православными очень часто такими искренними православными, которые на самом деле рожденные от Господа, которые идут за Богом, и вот сколько мне не приходилось вообще, есть попадаются, ну, будем говорить, ну, сектанты, я так вот назову, потому что во всех, ну, как это выразится, более точнее, направлениях, что ли, снято, сталкиваешься, как вот с разного рода людьми, ну, просто сектанты, и с верующими, невзирая, ну, так, вероисповедание, наверное, потому что, нет, это слово неточное, то есть как бы где ни проводили служение, какое направление это бы не имело, то есть, вот, разговариваешь, вот, брат, вот, разговаривает в одном духе, то, что в духе Евангелия, именно в этом духе, чтобы донести до другого человека Евангелия, понимаете, попадает, как бы, вроде, вроде где-то и служит, вот, как, говорит, есть, ну, разного рода служителей, которые, ну, не заботятся вот о Евангелии, если так вот применять это слово, потому что Евангелие, это, ну, именно вот эта благая вещь, в которой нуждаются люди, ну, я так вот, опять же, попытаюсь сейчас вот именно донести вот это слово, что я вот так это понимаю, я вот так иду за Богом, несу Евангелие, ну, по мере веры своей, вот, был, правда, в моей жизни там один момент, что я споткнулся и плакал, и был даже, ну, там, тоже в одном месте, если без подробностей, то есть, когда вот было так вот в моей жизни, и пошел я в православную церковь, тоже с одним человеком, и именно вот, когда вот попил к Богу, плакал, и увидел вот первый раз, что где-то что-то, ну, поступало неправильно, неосознанно, а неосознавая, ну, есть, помните, не то, что я хочу самооправдание, блаженый человек, который не считает тебя в том, что избирает, а, как это выразится, само движение за Бога, может быть, и так это можно выразиться, вот. Ну, и сейчас вот тоже, ну, будем говорить, ну, иной раз не нахожу вот, как бы, понимание, что, допустим, ну, как вот, я так считаю, я так принимаю от Бога, что и в этом же служении, что привести человека ко Христу и помочь ему, помочь, потому что приводит, написано, никто не придет ко мне, никто не призовет отец мой, то есть, это я понимаю, но Господь и нас и призывает, чтобы мы помогали людям, чтобы мы служили людям, и, как скажем, если Господь ведет в какую-то церковь, вот, допустим, ну, я вот по мере моей, опять же, веры и по мере моего видения, как я вижу, которые рядом находятся в церкви, вот, допустим, бывают такие ситуации, ну, допустим, человек, и этого человека, ну, вот, именно вот в эти все церкви, ну, опять же, не то, что все подряд, а в те, которые Господь вложил на сердце, мне вот, да, вот так, даже так, я с этим человеком, опять же, по согласию, объясняю ему все, чтобы никаких в темную не было, все открыто, да, говорю, все разлажу, опять же, по мере моей веры, и я насколько, опять же, понимаю, насколько он это принимает, ну, в своем разуме, по мере его веры, и да, и вот, было, ну, много, будем говорить, ну, как, в опыте, что ли, как это, что именно практически все вот это понимая, в эту церковь, в ту церковь, и находят себя в том, остаются там, где они, ну, я так понимаю, что принимают, ну, все подромы, здесь я не знаю, это человек знает и Бог, потому что мне вот, и на рассказе, вот этому человеку вот там был, вот там был, а вот Бог усматривает совсем по-другому, даже вот сегодня тоже планировалось, там, вот, ну, православная церковь, там, ну, человеку тоже хотелось бы, чтобы они попали, но вот так вот получилось, что, ну, на завтра вот мы отложили, завтра вот, у нас завтра будет воскресенье, может, уже сегодня наступило, если сейчас, судя по времени, ну вот, тоже, если Бог усмотрит, чтобы человек там себя нашел, чтобы получил спасение, чтобы он пошел за Богом. Мое глубокое убеждение, что человек, получая спасение, приходит к Господу. И потом в жизни человека происходят моменты, когда он начинает служить, то есть идти за Богом, как вот в полноте Божьей, как я, насколько понимаю, что, ну, не буду вам проповедовать Евангелие, делюсь просто своим вот этим пониманием, мнением и, опять же, подхожу к этому своему вопросу. Потому что, ну, жена, наверное, рассказывала, что были моменты крещения, как бы, преподали. То есть, если брать вот как вот по православию, то есть, понимание, как вот, ну, я вас много слушал, что юридики вообще как таковы, не то, что не могут, или вот определенные такие вот таинства, что это, ну, не то, что как не считается, а как бы они действительно и какое слово примите они знают. И поэтому в этом контексте, как это так говорится, вот мой вопрос, потому что, ну, а как мне быть? Если так вот меня Господь ведет, я так и иду, понимаете? И вот это я и хотел, ну, услышать ваше мнение, потому что, ну, ну, не буду подробно, хочу услышать вот это ваше мнение, вот, хождение за Богом, человека, которого веровал. Ну, вот так, наверное, я скажу веру более скоро. Хорошо. Все, я... Вот вы говорите, меня ведет Господь, а откуда у вас эта уверенность, что вас именно Господь ведет, а не люди? Вы сами себе ответьте. Если вас ведет Господь, а это совершенно другой путь, каким шли люди тысячелетия, тогда церкви не было, а Господь сказал, я во все дни до скончания века с вами. Если его там не было, в той церкви, то его нигде не было, это был не Христос. А вот вы говорите, надо делать, главное ехать, делать добро, а люди то другое. Если так разбираться, то большего добра для людей, для своей нации, чем Гитлер, никто не делал. Из развалин. Поруганно. Все. И самые передовые вывел, самый высокий уровень жизни. А возьмите Муаммар Каддафи в Ливии, вот его свергли сейчас где-то. Там все было бесплатно. И обучение. Мало бесплатно. Человек родился, ему 70 тысяч долларов там на книжку. Электричность бесплатная, газ бесплатный. Да к ней в этом дело. Главное, что два слова нужно знать. Два. Христос и Библия. Два. Аминь. Если мы это знаем, то мы должны понять, что Христос, это не только голова. Он говорит, считаем Колоссиным 1.18. А тело церковь. А церкви вы нигде не говорите. Еретики об этом не говорят. А церкви они вообще понятия не имеют. А вот я пришел, я уверовал двое-трое в лесу. Не двое-трое, а где Христос посиди них. А где? Аминь. И он придет за церковью. Ни за какими динаминациями, конфессиями этих слов нет в Библии. Это ересь. Ересь Сатана подменил. Он подменяет. Принимает вид Ангела Света. Вы где живете? В каком городе? В Пинской области. Город Слуд. Область какая-то? Минская. Минская. Беларусь. А, Беларусь. Ну, у вас же там православная церковь есть? Да, конечно, да. Ну вот, я вам что могу сказать? Идите в православную церковь, побеседуйте со священником, имейте материал. Вот у нас, допустим, толкование Блаженного Попилакта. У меня с Беларуси тут выписывали книги. Мы издали самый лучший трехтомник, полное толкование Нового Завета. Полное, с откровением. Как понимала церковь? Мы должны... Я вас можно... Так, я хотел ответить. Я передаю это вот по поводу, пока не забыли, по поводу вот этих трехтомников. А где, может быть, выписывали из Беларуси? А как это вот сделать? Ну, как... Может быть, это указать? Мы с вами сейчас переговорим. Я вам скину эти данные. А, хорошо, все. Я скину, и вы там под скайтом прочитаете. Нет, Аликита, посмотри, что это... Что я посмотрю? У вас микрофон далеко от вас стоит, нет? Нет, близко. Забивает. Маленько отступитесь там чуть-чуть. В сторонку от микрофона. Вот так. Он прямо забивает здесь. Это я вам скажу. Церковь. А в церкви материал у нас богатейший. Вот я когда скину вам наши ресурсы, и там есть сайт, будет, видеоканал, мой мир и форма, четыре ресурса. На сайте, когда, ну, только ткнете там, а как, контрол держи, крайний, вот, в уголке, нажми. И на вене, которая есть, и она откроется сразу. И там вверху написана книга «К истинному православию». Вы в нее ткнете, заголовки пойдут. Вы две темы ознакомьтесь о священстве и о церкви. Вот две. А остальные там вы увидите, что обрадобрите, там увидите. Более полного материала сегодня нигде нет. Я сорок лет собирал материал для этой книги. Сорок лет. Непрерывно. Потому что, чтобы одну фразу найти у Иоанна Златоуста, мне нужно было двенадцать того проходить. Потому что, чтобы выбрать надо было. Нигде об этом не написано. И вы поймете, что мне не надо вам ничего говорить. Вы сами себя решите. Их там много, они, вот я был такой-то. Это все при вас останется. Но вы на первой ступеньке остановились. Господь коснулся вашего сердца. Вы обратились, осознали себя грешником, блудником, убийцей, вором. Покаялись. К этому не возвращайтесь. Это от Бога. То, что вы признали Иисуса Господом, это от Бога. Никто не может признать, как только назвать, как только Духом Святым. Но дальше вы не пошли. Дальше вас ветром буря смело. Потому что сегодня насчитывается в мире двадцать одна тысяча, как говорят, разных ересей, религиозных организаций. Нам зачем это? Церковь Единая – это корабль Божий. Об этом пишет апостол Павел в первом послании, Петр в первом послании. Что так и нас ныне подобное всему образу. Где? Как он говорит о Ноевом ковщеге. В Ноевом ковщеге могли спасаться. Ну, некоторые, может, на досках плыли, но это день-два. Дальше они пошли ко дну. Никто, кроме ковщега, не спасся. Сегодня харизматы падают, орут, беснуются. Ну, видно, что беснование – общество сатаны. По-другому нельзя назвать. Нет? А что там они? Деньги собирают, деньги, бизнес. Ну, я вас понимаю. Я там бывал. Поэтому, я там даже был. Я вас понял. Игнатий Тихонович, подальше отойдите от микрофона. Вот так. Игнатий Тихонович, позвольте вас перебить. Я хотел просто уточнить вопрос, опять же, повторюсь, мне интересно вот это мнение ваше. Именно ваше мнение понимания, как вы говорите в церкви, о церкви. Я даже много слушал вас. И вот у меня было, ну, опять же, слава богу, что могу вам задать. Вот смотрите. Быть вне церкви, быть в церкви. Вот я не считаю себя вне церкви Христовой. И как бы я со стороны многого всякого всего слушал, но именно критерий определения быть в церкви – это же не здание. Вы же прекрасно тоже понимаете. Ну, даже пусть по местным, все, но именно в теле Христовом. И я понимаю, что это великая честь, и это тоже Божий Благодарствует. Мне хочется узнать ваше мнение. Именно понимание. Там вы поймете, я сказал, Андрей, не трать время. Когда вы зайдете на наш ресурс-сайт, сайт, и там ткнете в него, и откроется первая страница, и к истинному православию, моя книга. И там написано о церкви. Ну, тут нельзя объяснять, потому что это большой материал. И когда вы его прочитаете, там местописание, Библия. То я думаю, я так, ну и думай, если не хоть сколько. Все от этого меняется. Это я думаю. Другой юритик, который там, адвентист седьмого дня тоже думает, свидетели у Гоу тоже думают. Думать не надо. Христос говорит, что я создам церковь. Я создам. Не Мартин Лютер создаст. Не Мартин Лютер. Не баптистский Джон Смит. Не у Ильяма Миллер, не Елена Уайт, у адвентистов седьмого дня. Ну, понимаю, понимаю. Не у мормонов, которые там с Жосефа разные. Нет. Смиты. Бог с первого века. Во все дни. И поэтому туда вы и обратитесь. Если нет, значит, вы просто не написаны в книге жизни. И вам ничего нельзя будет доказать. Нельзя доказать. Это не доказывается. Это Дух Святой должен подсказать тебе. Если ты находишься там, где... То до тебя, узнать, к твоему обществу, которому ты принадлежишь, ты обязательно куда-то ходишь. Собрание это. Когда они возникли, ты его увидишь, что... Или они год назад, или пять лет назад. Больше трехсот лет ни у кого нету. Подальше, Маленький. Я понимаю. И поэтому рассуждать, что они церковь... Какая она церковь-то? Там ничего церковного нету. Священства нету. Таинства нету. Тела Христова нету. Истинного крещения нету. Какая же это церковь-то? Писание уродуют, как хотят. Все друг против друга идут. Даже в вашем обществе. У вас ни одного места писания нечего бы не на кого понимали. Таня понимает, Ваня понимает. Православие это константа. Мы все... Вот возьмите в Финляндии, в Белоруссии. Православное. Мы все одинаково. Вот он узнал православное. Он там в Белоруссии. Выписал книги. В прошлом году... Не в прошлом, нынче. Приезжали из Белоруссии. У нас принимали крещение. Люди везде уличенные были. Но они поняли. Истина одна. Ее не две. Я есть им путь истины и жизнь. Если то было у православных не истина, то ее вообще нигде не было. Не было. Потому что других-то сектантов-то не было. Еретикопов этих не было. Вот я об аптистам говорю. Скажите, во втором веке кто так верил, как вы? Адвентистам. Скажите, второй, третий, пятый, десятый, пятнадцатый век. Кто так верил? Ни одного. Ну а где церковь-то была? Не было. Ну тут малому ребенку понятно, что так нельзя. Допустим, я могу вам сказать сейчас, что я вам вышлю иголку и нитки зашить дырку здесь. Я могу. У меня есть на это власть. Но дать вам генеральское звание я не могу. Вот так и здесь. Рукоположение дает Христос. То, что ниже, мы сами можем воды достать, напиться, окупаться. Но крещение истинное, оно, вот он в стихах как крестит. Стоит человек и вот так опрокидывает его. Вот так. На спину. Это положение во гроб. Они даже этого не понимают. А мы их крестили в смерть его, Павел говорит в послании к римлянам. В смерть. А он умер стоя. Они ничего не понимают. Они икону от этого отличить не могут. А храм, в который приходил Христос, он был весь в иконах. Снаружи и снутри. Из Икииля, 41 глава, 17 стих. Они не понимают. Я говорю, как этот храм назывался? Соломонов. Да Соломонов считай. Паралипоменон. Там говорит, изломал он и море, на выхода носор вынес. А какой это? За Равелев. А в третьем храме сядет Антихрист. Их три. В мире все на три идет. На три. Хочу я, не хочу. От меня это не зависит. Бог зарядил зиму и лето. Ночь, день. И оно не может измениться-то. А я думаю, ну и хоть сколько думаю, но ночь настала. Я понял вас. Можно еще вот как бы время, чтобы не занимать вот именно вот вопрос такой, тоже как бы в этом контексте, если можно так выразить. Посмотрите. Вне православия. Или вот как бы, ну вот именно в том понимании, в котором вы говорите, в котором я слышал, вне как бы это выразится, вот именно в том виде, что ли, как это вот как православие, только православие все. Вы не допускаете вообще, вот допустим, ну или все-таки есть вне православия спасение? Я отвечаю пять. Смотри, пять пальцев. Вот православие. Пять. Которые сохранили рукоположение. Католики. Старо-католики новое. Здесь старообрядцы или кто дальше. Григорияна Армянская. Сохранила. Копты и сирийцы. Все, больше нигде нету. За этим пределом ересь. Это не церковь. Церковь вот. Я показал пять. Пять, как говорят, ветвей. Это не ветвей, а частей. Частей церкви. Вот и все. Почему? Некоторые говорят, да я православных говорить не хочу. Мне, я знаю, попа так обыгрыдил. Я говорю, католики. Ты католические там не принимай ереси, которые там папа там над всем миром, там проще. Ты, а у них рукоположение. Ни тебе не нравятся католики. Григорияна Армяна, апостоличная церковь. Пожалуйста. И мы не ограничим этим. Но везде есть заблуждения. Но эти заблуждения не касаются спасения. А если касается, с этим надо бороться. Но это церковь. Это корабль. Так что я вам отвечаю на ваш вопрос. Мы не ограничиваем одним православием. Мы видим патриарх. Приезжает наш патриарх. Встречается с папой. А что бы он встречался с еритиками-то? Благословляются они. Хорошо. Можно еще, опять же, продолжение вопроса. Допустим, человек жил всю жизнь вне. Я знаю многих очень людей, которые в таких деревенских церквях. Я беру дом Алипы, который находится в каком-то месте. Хотя там вроде и православно далеко. И есть даже и католики. Я очень просто сталкивался в такие деревни. Здесь в Белоруси, кстати, намного больше церквей, чем в России. Ну, одним словом. И вот представьте, просто я из жизни пример. И хочу опять же мнение, потому что мне нужно знать это мнение. Вот смотрите, и этот человек, опять же, повторюсь, он, зная ее о католике, о православных, но он уверовал, он уверовал всем сердцем. И, будем говорить, он и умер. Ну, те же, ну, к примеру, Баптистов, да, к примеру. Он принял вот это таинство, ну, даже если вот не принимается, ну, там, православили, вот сейчас о чем мы говорим. Но он в этом пребывает, и он это умер. И я вот хочу спросить, как вот по вашим мнениям, где же он находится, ну, куда же он пошел, он? Или вы прямиком вас? Я понял вопрос. Скажите, вот вы сейчас сказали дом молитвы. А вы понимаете, дом молитвы и молитвенный дом, это совершенно несовместимое, разное. А у вас понятия даже нету. Дом молитвы один был на всю землю. Дом это храм, где приносится жертва. А молитвенные дома, их тысячи, миллионы могут быть. А сектанты этого не понимают, они. Дом молитвы там, где есть жертвенник, где приносится бескровная жертва, литургия, дом молитвы. У православных дом молитвы, а у сектантов молитвенный дом. Хорошо, ну, допустим, у сектантов молитвенный дом, и там происходит, или это вы считаете, как, ну, задолжение. Скажите, что происходит-то? Таинства нет, литургии нет, пищи нету. Они говорят, хлеб остается хлебом. Да я могу в магазине взять, пожевать, и все, воспоминания, буду думать о Христе. У них таинства нету, по их учению нету. В крещении грехи не прощаются, они в грехах находятся. А Господь говорит, как, что нам делать, что нам делать, это ваш вопрос. 2.38 Деяния апостолов. Ему, от Петру обратились, а он говорит, что покайтесь, запятая. И докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Для прощения. Вы поговорите со своими. Скажите, у нас в крещении прощаются грехи, и вам скажут, нет, покаяние. Я понимаю, о чем вы говорите, понимаю. 22.16 Деяния апостолов. Анания пришел, с собой говорит, что ты медленность, встань, крестись и омой грехи. Это вы где омой-то? Ну, в крещении. У них все извращено. Они не знают Писания. Таинства ни одного нету. Кто не будет есть плоти Сына человеческого, не будет иметь в себе жизнь. Они жизни не имеют. Даже простое дело, борода, и то они знают, как Христос с бородой, апостолы с бородой. Давид, бороды им обрели наполовину, даже Иерусалим не запустил. Ну, это легко понять-то. А перед друг перед другом лебезят, боятся всего. Выбрось бритву, начни с малого. Бритву выбрось. Игнатикин, все-таки еще, ну, как бы, чтобы опять же не задерживать время, еще вопрос. Скажите, вот я все-таки, ну, вот как задал в окончании этого вопроса, и еще продолжение в том плане, что если человек, ну, опять же, берем просто человека, ну, сектанта, в нашем понимании сейчас мы разговариваем о сектантах, и пусть он именно в молитвенном доме, все-таки он умер, и какое таинство, и что, ну, я, к примеру, просто привожу человека, и, ну, по-вашему, ну, вот именно толкованию, и вот как пониманию, как христианства как такового, куда же он пойдет? Вот все-таки в БАД, или, ну, вот я хочу узнать, потому что... Давай, я понял. Учитесь говорить кратко. Краткость, а мать таланта. А мать таланта. Сестра. Мы должны твердо это установить. Вне церкви нет спасения. Написано, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Он спасаемый, но еще не в церкви. Церковь это тело. Вне тела палец, он палец. Но отдельно от церкви отделил. Он может жить? Не может. Он сгнивает. Вот это сектантство. Они не в церкви. У них нет рукоположения непрерывного от апостольских времен. Дух святой покинул их. Почему? Деяние апостолов 8 глава. Диакон крестил Филипп. А апостолы в Иерусалиме, они сразу же пошли туда. Почему они знают? Дух святой сходит только через них. Только. Это Божье установление, не мое. А где они будут, Бог решает. Но я знаю, они вне церкви, а вне церкви нет спасения. Вот это по Писанию легко. А где будет? Не судите никак преждевремени, доколе не придет Господь и не откроет сокрытое во мраке. Да как вы же сказали, что не спасутся? Да, по Писанию так. А где окончательно? Но зачем я буду рисковать, когда ясно сказано, что вне церкви нет спасения? Нету. Он говорит, будет брак Агнца с невестой, не с еретиками, не с динаминациями, с церковью. Церковь это его невеста, непорочная. Я тут четко и ясно должен знать. Я исследовал. Мое обращение было среди 50-ников. То есть я там Библию получил. Я знаю, я знаю, я знаю. Для меня вопрос встал с первого дня. Там много разного было течений, ересей этих. И мне Господь буквально в первые же дни показал, где. Я стал смотреть. Если здесь правильно, то там неправильно. Диаметрально противоположно. Они несовместимые. У нас таинство, причастие, литургия, священство. Там этого нет. А нет, значит, и жизни никакой нет. Шестая глава, считаемая Евангелие от Иоанна. Кто не будет есть плоти сына человеческого. Виновен, кто недостойно прищадить. Против тела. А у сектантов, у баптистов виновен против хлеба. Там нету таинства. Там нету жизни. Я на многих сектанских был, как вы выражаетесь. Потому что я так немножко не согласен. Извините, конечно, что я, может быть, затрагиваю ваше религиозное чувство. Но я знаю очень много церквей. Я называю, потому что там люди. Церковь этих людей. Но я не хочу, опять же, в спор уходить. Опять же, я вожу позицию, поэтому просто знаю твердую. Но я хочу, может, в продолжение. Вот про того преступника, которому Иисус Христос сказал, который был по праву помощи, сказал, ныне же будешь со мной в раю. Я не хочу, опять же, апеллировать или там каком-то, опять же, строить. Ну, он же сказал конкретно, Господь, что он будет ныне же. И этот человек, да. Андрей, все, хватит. А до того, как будет. Понятно. А в это время церкви не было. Я понимаю. Церкви не было. Она в день 50, если будет. И поэтому Господь посадит. У него не было возможности. А если бы он с креста был помилован, он был в церкви, он не был бы где. И хвататься за разбойника. Ну, тогда вернись в ту эпоху. Ну, ты не родился тогда. Дальше уже Христос основал церковь. И теперь правила поставил определенные вехи. Ну, пока дороги здесь не было, я ездил на телеге, куда хотел. Но сегодня дорога, светофоры. Я подчиняюсь этим правилам. А я буду по-своему. Ничего не буду, тебя сразу задавят на первом повороте. Я понимаю. Но вы все-таки можете подпишись? Хочу все-таки надежду, что ли, в этом. Ну, я просто... Не надо. Не искушайся. Не надо. Зачем меня пытать? Я вам ответил. Это спасает Бог. Не я. Но вне церкви нет спасения. Они вне церкви. Тогда скажите прямо, зачем вам это нужно? Я ответил, что не знают. Бог знает. Многие люди даже и не знают понимания церкви. Понимаете? Кто виноват-то? Слепой слепого ведет, оба в яму падут. Зачем ты пошел за мальчиками? Церковь пошла за мальчиками. Мы не ищем виноватых. Зачем ты пошел туда? Зачем ты пошел туда? Мы не ищем виноватых. Виноватых. Но если бы не они, я бы не узнал Бога. Если бы не они, я бы не услышал. Ну, сектанты будем так определяться. Давайте так. Смотрите. Один человек учит музыки. Один человек учит музыки. Мы к нему приучеников поддаем. Он первый вопрос задает. А ты играть умеешь на инструменте? Ну, иной думает, я скажу, умею. Вот он говорит, ты будешь платить в месяц 50 долларов, которые не умеет. А другие говорят, а мы уже учили дома. Он говорит, а вы будете платить в 100 долларов. Почему? Мне надо половину времени разучить вас от неправильного. Лучше бы ты не знал. Поэтому лучше бы вы не знали ничего. Ходили в церковь. Теперь вас невозможно переубедить. Уже вам ересь сеяли. А это хуже всякого неверия. Ересь хуже неверия. Но я лучше стал. Не стал пить. Ну и что? В космонавты пошел. Ты вне церкви. Вне церкви. И что это? Я пошел. Я покаялся. Они не знали то, другое. Вне церкви. Вопрос так и стоит. Вне церкви. Все. Вне церкви спасения нет. Очень все коротко, лаконично. Еще, Игнат Тихонович, еще, знаете, все-таки, не хочу, опять же, вас сильно обремянуть. Смотрите. По определению вне церкви и все-таки определение, что есть быть в церкви. Вот. Это же не просто... Я вам сказал. Я сейчас скинул ресурсы. Ресурсы на сайте. Там к истинному православию. Ну записывайте хоть что-то-то. Сейчас отойдем, вы забудете. Нет, нет, нет. У меня жена... У вас памяти, памяти-то, видите, памяти нет. Я уже третий раз повторяю, и опять то же самое. А вы знаете против памяти, что больше всего воюет? Блуд. Блуд женщины. Это продырявленные мозги. А сегодня компьютерные игры. Вот два главные момента сегодня. Ни воровство, ни убийство. Блуд съедает мозги. Если памяти никакой нет, такое легкомысление, да мне все равно, это блудник. Так, в описании говоришь. Так, все, давайте расставаться. Сегодня нам уже идти. Мы поговорим. Я сейчас вам скину все. Хорошо скину. Помните, где на нашем сайте, когда ткнете мило, нажмите Ctrl, держите, и курсор наведите, и сразу откроется. Все, с Богом. Все, с Богом. Будь храбрым, Андреем. Мне надо сейчас его слабить необходимым. Исключил.